Я запустился с флешки, на которую установлена майская версия этого года MX18.3. Единственное, что я сделал, я сюда установил программу ABS Studio, несколько ее поднастроил. И теперь буду делать установку на жесткий диск своего лаптопа. У меня жесткий диск на 1 терабайт, а лаптоп по диагонали 14 дюймов. Вот таким вот образом. Что я сделаю? Я тут как-то ставил MX. Сейчас возьмем просто-напросто для чистоты эксперимента. Отформатируем в extension 4. И раздел home тоже отформатируем в extension 4. Значит, в принципе, даже 30 гигабайт вполне достаточно для корневого раздела. Я сделал замахом, сделал 50 под корневой раздел и 150 под домашний. На своп выделил 8 гигабайт. Ну, давайте посмотрим. Применить. Закрываем. Ну, и проверяем. Ну, 50 гигабайт общий размер. Там 1.8 занято. 150.3.4 занято. Ну, практически диски раздела пустые. Вот таким вот образом. Значит, ну что. У нас, значит, SDA1 это будет загрузчик. Значит, SDA2 это у нас будет swap файл. Три корень. И четыре домашние разделы. Вот таким вот образом будем устанавливать. Значит, ну, для этого просто-напросто нажимаем на значок установщика. Левой кнопкой мышки. Кликаем. Один раз. Достаточно. Ну, и бежим на настройки, потому что нужно поменять языки. Вот я нажимаю изменить. Добавляю я сюда русский язык. И добавлю я сюда русский. Ну, английский, американский я убираю за недоумностью. Если вам это нужно, оставьте себе американский, английский. Дело, скажем так, на любителя. Итак, как мы видим, значит, лояут у нас, значит, английский, английский и русский. Нажимаем на кнопочку следующий. Здесь, значит, я остановлюсь вот на установка по выбору. Значит, ну, что. Под корень, значит, у нас было выделено 50 гигабайт SDA3. Под холм 150 гигабайт SDA4. Под своб было выделено 8 гигабайт. И под корень, ну, оставим корень таким, какой он есть. Ладно. Нажимаем на кнопочку next. Соглашаемся. Здесь, значит, меня это устраивается. Потому что у меня диска зона GPT. Должна стоять ESP. Установить. Ну, и, значит, вот, загрузчик будет на первом разделе 512 гигабайт. Все так, как мне нужно. Нажимаем на кнопочку next. Ну, тут я даже могу добавить имя компьютера. 2. 18. Точка. 3. Идем дальше. Здесь, значит, локалка. Локалка, значит, мне надо ставить русскую. А тут придется посмотреть. Вот русская локалка. Теперь, значит, часы поставим в 24-часовой формат. И здесь придется мне побегать, поискать Европу, найти Лондон и отметить его галочкой. У вас, значит, надо будет по Европе поискать Москву и ее галочкой отметить. Вот. Вот Европа-Москва. А у меня, вот, я ставлю себе Европа-Лондон. 24- 24-часовой формат. Нажимаю на S. Имя пользователя. Я всегда пишу юзер. А вы можете свою свойник поставить. Минимальное количество букв в пароле здесь два. Поэтому я ставлю две единички. Здесь ставлю две единички. Здесь две. И здесь две. То есть у меня что пароль пользователя, что административный пароль одни и те же. Ставлю автоматический вход. Нажимаю на кнопочку Next. И значит идет установка системы на жесткий диск компьютера. Программа заканчивает установку загрузчик групп. Осталось несколько процентов. Но все же так. Немножечко продажем. установка И так имеем сразу installation complete. Дисканавка закончена. Если нажать на кнопочку finish, то практически компьютер выключится. Затем когда погаснет экран, нужно будет ломить флешку. Дождаться включения компьютера, он как правило стартует уже из менюшки созданной программой MX. Значит, ну, давайте посмотрим. Итак, займемся настройками только что установленной MX 18.3 на лаптоп с экраном 14 дюймов и жестким диском на 1 теравайт. Вот такое железо оперативки у меня здесь 8 гигабайт. Значит, первым делом я всегда люблю менять положение панели. Вот панель, параметры. я люблю, чтобы она была наверху. Вот таким вот образом. Значит, ну, даже пусть будут большие крупные значки. Ладно. Значит, ну, эту приветственную табличку я, значит, убираю, не отмечая галочкой. Это на следующий раз она мне уже показываться не будет. Вот. Значит, просто-напросто закрываем. А здесь займемся, значит, небольшими передвижениями. Я люблю, чтобы значок менюшки был вот здесь. клавиша клавиша кнопочка выключения, чтобы была вот здесь. И кнопочка времени, чтобы была вот здесь. Вот, в принципе, такие вот настройки меня, значит, устраивают. и теперь я поставлю все программы, которые мне нравятся. Значит, ну, первым делом подключусь к сети. Вот я включаю значок сети. Нажимаю подключиться. И сейчас я просто-напросто к нему подключусь. Итак, я завел свой пароль, к сети подключился. Вот значок сети показывает, что я подсоединен к сети. Легко проверить. Значит, откроем браузер, посмотрим, что в браузере делается. Ну, как видите, странички листаются, интернет подсоединен нормально. Пока я это дело закрою. Значит, какие здесь программы я обычно ставлю, которые мне нравятся. Ну, первое, я, значит, ставлю программу конки менеджера, но судя по тому, что здесь имеется уже виджет, то особых проблем не будет, потому что конки менеджера сюда уже установлен. Вот мы можем его посмотреть. Пойдем на все. Вот оно, красавчик сидит. Давайте посмотрим. Вот к нему был подключен конки элементарий. Вот мы это дело пока прикроем. сейчас поставим программу TimeShift. Отметим для установки и применить. Теперь запустим эту программу. Я здесь просто наберу Time. Вот она. Две дички. проверим, что у меня тут есть, чего тут нет. Я как-то делал копию настроенной MX18, а сейчас сделаю вот именно скажем так нецелованную копию. Вот на этом разделе похоже. Оно все должно быть. Да. Здесь у меня уже поднастроенные копии. Linux Admin Linux MX18.3 с одним рабочим столом X-Face. А здесь X-Face и ценамона. А сейчас значит я создадим копию. именно X-18.3 рабочим столом. Итак, заканчивается создание резервной копии скажем так с нуля. и у меня теперь будет значит практически нулевая нецелованная копия только что установленная MX18.3 затем с одним рабочим столом настроенная X-Face и двумя рабочими столами X-Face и ценамон это я уже делал для себя. Мне нравится рабочий стол ценамон. это скажем так на любителя. Итак программа TimeShift заканчивает создание копии и скоро мы увидим здесь в менюшечке еще один пункт так ну вот снимок сделан и вот здесь я могу сделать такие отметки первое поставить поставить лениво лениво вот так мы сюда поставим название и напишем нулевая нулевая здесь можем написать просто настроенное вот теперь мне легко будет определить что у меня и какая копия значит есть значит на ненастроенной копии я покажу как добавить коночки еще ряд там настроечек а дальше уже как говорится все зависит от вас там что вам нравится ставьте себя и настраивайте как угодно я покажу просто общие принципы которыми я пользуюсь думаю что вам они окажутся полезными ну первое нужно попасть ко мне на сайт с моего сайта скачать коночки давайте пойдем это мой сайт я его значит здесь поставлю в закладке поставлю на панель закладок а здесь поставлю две простые буковки А А достаточно для меня вот он у меня сидит в закладках теперь значит идем скачиваем конки ну у меня четырех четырех четырнадцатодимовый экран поэтому я вот скачаю себе коночки коротенькие такие а вы можете тут поскачивать их все и вставить куда надо а вот куда я вам сейчас покажу посмотрите вот значит мы идем загрузки вот эти коночки вот я просто беру их вырезаю поднимаюсь повыше вид скрытые файлы и здесь должно быть словечко конки вот оно вот вот сюда я и вставлю свои иконочки вставил теперь значит сверну пока это же так и все вот конки менеджер и встава внизу должна стоять моя коночка вот она значит я значит тут я подработаю но первое где-то скажем вот так сеть он будет показывать или нет давайте посмотрим надо открыть терминал и набрать команду или открыть браузер и что-то никаких я движений не вижу но коли их нет значит поищем здесь тоже ничего нет да поищем терминале терминал и напечатаем для поиска беспроводных сетей ай дабл а дабл конф и только не конси а конси Нажмем Enter. Так. Просто вот в LAN 1 у меня стоит. И все. Значит. Поэтому. Нажимаю сюда. Применить. Вон уже цифры побежали. А все остальное я уже там поднастрою, поубираю. Расстояние между ними. Здесь давайте посмотрим. В настройках уже чтобы запускался стоит при старте компьютера. Ну а теперь давайте фон. Прозрачность. Давайте посмотрим. Написано прозрачное. А он не хочет. Ну давайте псевдопрозрачное попробуем. Вот псевдопрозрачное подошло. Значит. Закрываем это дело. Значит. Чтобы подогнать иконочки под размер экрана нужно будет нажать на карандашик. пробежать сюда. И вот допустим я хочу убрать расстояние некоторое между интернет. Давайте посмотрим. себя как автора я могу и убрать. А здесь вот подогнать вот так и подогнать вот так нажимая делить. ну и сохраним. И вот видите уже появилось значит отдается и берется из интернета. То есть вот общий принцип я вам показал а там дальше уже подгоняйте под себя под размеров своих экранов там и с шрифтами можете поработать. ну простор для творчества как говорится есть. Значит первое иконочки показал. Теперь большинство остальных программ они значит ставятся вот таким вот образом. Значит идете в MX инструменты идете в установщик пакетов и вот здесь начинаете выбирать. Я обычно выбираю из аудио Audacity из броузеров я выбираю Google Chrome из видео я выбираю обычно OpenShot SM Player OpenShot это видео редактор SM Player это видео проигрыватель из графики я обычно выбираю Blender дальше рабочее окружение у меня достаточно этого который стоит вот док панели я выбираю панельку Plank вот нравится она мне очень заставка экрана значки игры конвертеры из конвертеров ну Handbrake выберу мессенджеры из мессенджеров ну Skype выберу Office файлы печати разная разработка сервер создание снимков экрана тема вот мне Edge White нравится тема так удаленный доступ но я всегда ставлю обычно TeamViewer так утилиты ну групп автомайзер расчищение новостных электронная почта ядра язык язык вот давайте добавим некоторые пакеты русские первые для Firefox и Fon3 для LibreOffice для почтовика я не ставлю потому что я практически почтовиком этим не пользуюсь Torrent QTorrent RTorrent да все равно вот нажимаю на установить и пошла установка пакетов которые я выбрал для установки молодцы команда MX18 они наиболее часто употребляемые пользователями программы они их собрали проверили как работает на их системе все это дело там как говорится подогнали все подкрутили подшурупили вот и все у них нормально привенчено вот спрашивают хотите продолжить да или нет а я в английской клавиатуре поэтому я в английской клавиатуре наберу Yes Да и нажму Enter все равно видите оно все работает и так поставил я значит куночки поставил ОБС перезагрузился вот вам один нюанс как добраться до автозапуска здесь это не совсем просто значит вот здесь вот в поисковой строке нужно ввести вот такие слова сеансы и запуск и тогда у вас значит появится вот такой значок так для него просто добраться нелегко и этот значок закрепляю обычно на панели на планке и вот например допустим автозапуск мне нужно добавить автозапуск панельку планк и БС анборки здесь нет как выбрать программу или команду все просто и вперед значит ну что давайте я поставлю сейчас сюда планк анборк скопирую нажму окей и таким же образом я еще поставлю сюда анборк он он скопирую 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 и добавим ну и теперь посмотрим здесь анборк есть я вижу и планк я вижу это вот планк а вот анборк я и закроем теперь я перезагружусь и посмотрю стартует ли у меня панелька планк и значок анборк анборк итак я перезагрузился значок планк появился на месте значок анборк появился на месте коночки стартует нормально в принципе все самое необходимое сделано вот еще когда вы будете делать какую-то там свою сборку значит здесь есть вот такая хорошая вещь создать снимок системы выйти в пароль две единички и вот тут выберется предложение следующий и два варианта сохранения учетных записей для личного резервного копирования и сброса учетных записей дистрибутива для других но если вы делаете дистрибутив в котором хотите поделиться то у вас вот такой красоты не будет тот же интерфейс который был на заглубочной флешке вот как в таком случае я проступаю я сохраняю учетные записи но я еще никуда ни в скайп ни в браузер в своих там паролях ничего не заводил и значит мне важно будет только чтобы вот в моей сборке был значок запуска до которого добраться непросто посмотрите как это дело делается открываете терминал и в терминале значит ну пишите там сюда супер юзер кто-то пользователь нажимаете enter разорваете двернички и вот теперь смотрите пишите такое словечко мина стол и вот видите появляется окошечко установки системы вот его там и берем вот на планочки закрепляем вот закрепилась теперь можно спокойно закрыть но но когда вы будете свою сборочку создавать значит вот без пароля безо всего но ее можно будет так сказать среди друзей там знакомых распространять но она будет вот с этим установщиком и уже ему там вы можете подвинуть куда вам нравится ради бога и вот теперь значит просто напросто значит можете нажать на следующий ааа я еще коробочку не поставил чтобы просмотреть то что мы создадим давайте ка наверное сюда установщик пакетов так так И вот поставим кайму виртуальную колобочку. Ответим, да или yes в детальнице. Долго я ждал, но наконец появилось сообщение, что вертолельная колобочка успешно установлена. В принципе, с этой стороны программы я установил, которая мне необходима. Если вам что-то надо будет особенное, значит вы установите список программ установщик пакетов. Теперь посмотрите. Пароли нигде я не забрадил, поэтому мне сброс учетных записей делать не нужно. Но зато у меня, когда я записываю все на флешке, все будет точно так же выглядеть, как сейчас. И плюс будет вот эта вот кнопочка установки. Вот она. И прямо через нее вы начнете устанавливать себе данную, как говорится, свою сборку себе или своим друзьям. Уже зависит от вас. Поэтому, значит, вот такие вот программы, как TimeShift и программа для создания копии настроенной системы, очень хороши и дополняют друг друга. Нажимаю на следующий. ОК. И вот пошел процесс создания, как говорится, изообраза. Тоже время берет немало. Ну а мы пока повечем программку TimeShift. Вот я запущу. Введу парольчик. И вот прикреплю к панельке. Вот таким вот образом. Такие вот программы позволяют делать хорошие и надежные копии для MX. Вот эта программа, она наподобие SystemBuck'а, значит, создает, значит, именно образ настроенной системы в формате ISO. Как понимаете, ISO можно будет записать на любую флешку и установить практически на любой компьютер. Вот такие вот, что говорится, пироги с котятами. Ну, сейчас, пока там все это дело устанавливается, я сейчас прервусь. Итак, создание ISO-образа закончилось. Длилось оно 10-15 минут. Давайте посмотрим. Значит, я сейчас открою вот картонную коробочку. Вот в нее только единственное, что добавим. Носитель. Вот. 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 Дойдем в шнапшоты. Кто ее желает. Настройки. У нас такие. Дисплей. Вот так вот настроен. Система. Вот так. Два процессора задействованы. Ничего необычного. Загрузка. Загрузка. Посмотрим, что же у нас получилось. Вот. Нажмем Enter. Вот. Вот. Нажмем Enter. Нажмем Enter. Возверх. Настройки. Возверх. Нажмем Enter. Загружается образ на виртуальную коробочку не быстро, но, тем не менее, скажем так, загружается здесь. Ну, считайте, что сборочка именно при помощи вот этого установщика, а теперь ее можно будет устанавливать, как говорится, на любой компьютер и так далее. Вот. Поэтому вот эти вот моменты, которые, значит, этот в процессе настроек нашел, могут для вас оказаться полезны. Я эту сборочку помещу на хватовочку и под видеороликом дам ссылку на ее, так что вы можете ее скачать. Тут уже большинство, скажем так, программ настроено. Вот таким вот образом. Ну, это вот, скажем так, основные моменты, которые я использовал при настройке программы настройки операционной системы Linux MX 18.3. Поэтому, если что-то оказалось для вас полезным, то, значит, что-то иметь в виду. Ну, лично для меня была сложность найти автозапуск вот этот значок. У него такая приметная желтая стрелочка, что если пробежаться, вот, поискать ее, то где-нибудь она, наверное, и выскочит. Вот она, сеансы и запуск. Вот. Ее вы можете или так при помощи настраивать сеансы и запуск, а можете, значит, закрепить ее. А когда уже все настроить, то опять всегда можно ее взять и открепить. Вот. А так, получилась, думаю, неплохая штуковина. Значит, интернет представлен нормальный. Два браузера есть. Скайп есть. Вот. Можете дополнительно поставить сюда еще Dropbox и Megasync. Значит, ну, это уже зависит от вас. Все это можно установить вот через установщик программ. Вот через это. Так что, пожалуйста, значит, смотрите, выбирайте. Тут можно установить программу, которая вам, скажем так, нравится. Не рискать долго. Вот. Ну, ладно. Значит, я на этом с вами прощаюсь. Желаю вам всего доброго и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok